И хоть клиенты открывают счет первыми, выигрывают, как правило, в итоге все-таки банки. Однако банку Адмиралтейский, имеющему отделение в Самаре, не повезло. Центробанк отозвал у него лицензию в связи с неисполнением кредитной организации, федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. В связи с этим агентство по страхованию вкладов сообщает о наступлении страхового случая в отношении Самарского офиса Банка Адмиралтейский. Поскольку банк является участником системы обязательного страхования вкладов, то частным лицам, имеющим вклады до 1 миллиона 400 тысяч рублей, компенсация будет выплачена в полном объеме. Выплаты начнутся не позднее 25 сентября. На прошлой неделе в большинстве муниципалитетов губернии продолжился рост цен на бензин, сообщает областное Министерство экономического развития, инвестиций и торговли. Цены увеличились в диапазоне от 10 до 70 копеек за литр 92-го и от 20 до 30 копеек за литр 95-го. Удивительно, но в некоторых районах подешевело дизельное топливо. Российский фондовый рынок открылся ростом по отношению к основной торговой сессии пятницы. Индекс ММВБ вырос до отметки 1724 пункта. Среди лидеров роста – Мосбиржа, ФосАгро, Полюс Золото, акции Ростелекома, Новотека и Фармстандарта. Лидеры падения – Мечел, НЛ Россия, Акрон, Преф и Башнефти и Транснефти и акции Распадской. Старт торгов на российском рынке происходит на фоне позитивного закрытия американского рынка. Между тем, в азиатском регионе отмечена негативная динамика. Курс доллара на 15 сентября – 67,95 рубля, курс евро – 77,13 рубля. Золото стоит 2420 рублей за грамм. Серебро стоит 31,53 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 48,41 доллара за баррель. А теперь сюжет на правах рекламы. Проверен доверием. Так позиционирует себя Ринвестбанк. На улице Галактионовская, 106А открылся его первый самарский офис. Ринвестбанк – это самостоятельный региональный банк. Работает как с физическими, так и с юридическими лицами. 15 филиалов в четырех городах России – Рязань, Москва, Тула, Курск. Самара стала пятой в этом списке. Мы всегда рады тем клиентам, которые приходят к нам в новых регионах, которые мы открываем на сегодняшний день в тяжелой экономической ситуации. Но мы считаем, что это новый этап развития для банка, когда он утверждается как региональный банк. Мы понимаем, что мы оказываем большую часть услуг корпоративным клиентам. Это наша основная задача – развивать малый и средний бизнес. Одно из приоритетных направлений банка – предоставление услуг малому и среднему бизнесу. Юридическим лицам предлагают расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, депозиты, банковские гарантии, а также зарплатные проекты и корпоративные карты. Слоган «Ренвестбанка» проверено доверием. В выборе банка для меня самое важное – это доверительное отношение. То, что тот человек, который руководит, возглавляет банк. Его профессионализм, опыт, репутация. Открытие филиала в Самаре совпало с юбилеем. «Ренвестбанк» уже 20 лет работает на банковском рынке. Он основан в Рязани, где и находится головной офис. Это были все новости экономики. Удачи в делах!